Зачем искать мисс Беларусь, если мы сидим здесь? Друзья, откройте глаза, прозрейте наконец. Выступал Солодуха тоже на конкурсе. Получил призм зритель кит с симпатии интересного на конкурсе мисс Беларова. Также важно, чтобы они были законопослушными. После этого девушкам задавали вопросы. Участвовали вы в протестах в 2016 году? Привет, это новый выпуск шоу Обсуждаем. И на этот раз мы отправимся в какой-то фантастическо красивый мир удовольствия. Поплывем на остров, на красоты, на райский пляж. Да-да-да, мы будем обсуждать сегодня мисс Беларусь, это очень сложная тема. Потому что, на самом деле, мы считаем, что настоящая мисс Беларусь, это, простите, за попсовость или за что угодно другое простите, это Мария Колесникова. Мне кажется, это настоящая мисс Беларусь, которая точно заслужила этот титул. Но в той Беларуси, в которой мы сейчас живем, это, к сожалению, невозможно. Поэтому нам приходится анализировать то, что, как бы, то, что предъявляет нам, как бы, бытие. Так что приятного просмотра. Да, рассчитываем ваши лайки и комментарии, не откладывайте это, пожалуйста. Мы очень стараемся, и нам супер-супер нужна ваша любовь. Потому что, знаете, как пела... Простите, что я так часто ссылаюсь на Лан Дель Рей, но как пела, опять же, Лан Дель Рей, жить нужно только тогда, когда тебя кто-то любит. И мы очень надеемся, что вы нас любите. Поэтому напишите об этом. Погнали, да? Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. И прежде, чем мы начнем, хотелось бы, наверное, отдельно поблагодарить дизайнерку Олю Этику за то, как мы сейчас выглядим. Это все плод ее воображения, ее искусства. Я, на самом деле, чувствую себя немножко куклой-чайки. Особенно вот с этими, значит, я не знаю, какими-то швами на лице. Но это что-то, тем не менее, созвучное искусство, мне кажется. Поэтому эти аплодисменты Оле Этике. Ну и вообще стоит отметить, что мы достаточно однородно смотримся на этом острове морском. Чистоты. На этом острове чистоты, куда участницы конкурса «Мисс Беларусь» попадают после возвращения. Ну, знаешь, оно и к лучшему. Мы хотим исследовать феномен этого конкурса, как бы, извне так посмотреть на это что-ли. Ну, вообще, если кто не понял, дорогие друзья, кстати, вообще, давайте так. Прямо сейчас ставьте на паузу видео и пишите комментарии, о чем для вас наши образы. Потому что мы, как бы, вкладывали вот определенный смысл. Интересно, бьется ли это с тем, как это воспринимается вот снаружи. Поэтому, пожалуйста, расскажите, что вы думаете о том, вот как мы выглядим, почему мы выглядим так и не иначе. И пока не начался этот феерический выпуск, напоминаю, что для нас очень важны ваши лайки, комментарии и репосты. Мы канал молодой, люди, мы тоже молодые, надо нас поддерживать, как-то также есть функция «Спасибо». Нажимая на эту кнопку, вы спонсируете нашу деятельность. Не убавить, не отнять. Не, ну немножко есть. Что торчит? Не, ну не попка, просто вот здесь вот разрез. О, все вообще нормально. Так, так, так лучше. Все, ну давайте продолжать. Целомудреннее. Торчит ли попка в кадре? Я вообще сижу, типа, а как она может торгнуть, только если вот… Да, если этот диалог останется в финальной версии монтажа, то такое ощущение, как будто бы этот диалог вы проходите на конкурсе «Мисс Беларусь». Торчит ли у меня попка? Слушай, Ваня, вообще тема сложная, на самом деле, конкурс «Мисс Беларусь». Да, я сразу хочу сделать ремарку, когда мы обсуждали эту тему, я почему-то думал, что мы, наверное, коснемся всех участниц конкурса «Мисс Беларусь», посмотрим, как сложились их судьбы, поговорим про этот конкурс, но… Ну, это как бы всех коснуться невозможно, потому что это какое-то безграничное множество этого. Да, я когда открыл телешоу, вот этот финал конкурса «Мисс Беларусь 2023», меня настолько поразило все происходящее там, что я понял, что я вот хочу обсуждать только это. Вот все, что я увидел на экране, я просто хочу обсудить с вами. А тебя поразило в каком смысле? Потому что меня поразило, кажется, это как бы вообще несколько с другой стороны. Поразило, я прям, я когда открыл, значит, репортаж ОНТ, там, снятый вот буквально внутри, значит, квартиры победительницы вот 2023 года конкурса «Мисс Беларусь», я прям хотел рыдал. Это… Элеонора? Элеонора Кочеловская, да. Элеонора Кочеловская, да. Элеонора Кочеловская, да. Элеонора Кочеловская, да. Ты прям рыдал. Я рыдал. У меня еще, знаешь, это так совпало, на самом деле, с одним таким событием. Мне из Беларуси наконец передали дневник, который я вел в 13 лет, и он такой тоже очень патриотический, то есть типа он обклеен наклейками «Дожинки-2007». Подожди, это те дожинки, которые были в Речице? Что, еще раз? Те дожинки, которые в Речице проходили? Блин, да как, а где еще? Где еще проходили, кроме Речице? Если кто не помнит, раньше дожинки проводили в разных городах, они типа вот из года в год переезжали, это было такое событие. Так они до сих пор проходят в Речице? И я, я приезжал на дожинки в Речице, я там был тоже. Ты что-то там делал? Мед, пиво пил, там текло, да. Ходил, смотрел. Ну, в общем, у меня, значит, стоит этот дневник. Там, кстати, между прочим, я вот когда его полистал, там на одной странице было написано, что типа мне сейчас очень нравится стиль эмо, я пытался стать готом, но мне не получилось. Но вот благодаря Оле Этике, кажется, у меня все же этот гештальт в моей жизни все же закрыт. И я сначала посмотрел, значит, репортаж ОНТ, посвященный как бы вот непосредственно победительнице конкурса Мисс Беларусь 2023 года, Илеоноре Кочеловской. И там тоже, знаешь, такая вот какая-то посторальная прям действительность. То есть он заходит в ее квартиру, и причем эта квартира вот, она ничем не отличается от квартиры моих друзей. То есть типа вот все в таких квартирах жили и живут, судя по всему, до сих пор. Потом, значит, она приглашает всех на вкуснейший завтрак, и они там жарят, точнее она жарит для своей мамы, там еще мама в кадре, значит, два яйца. Это вкуснейший завтрак. И сидит, значит, мама тоже такая очень близкая, знакомая, то есть такая довольно симпатичная женщина, рассуждается о том, как она гордится своей дочерью. А тут еще рядом этот дневник, знаешь, который вот в те самые времена, и меня прям это пронзило, да, поэтому я рыдал. Четкость, чистоту, порядок, чтобы все стало на своих местах. Для нее очень важно свое пространство, для нее главное доверие к людям, ну и, скажем, она отдает тем же. Я не смотрел сюжеты про Элеонору, я посмотрел сам конкурс, финал конкурса длится 3 часа 16 минут, я их все отсмотрел и не жалею. Сколько еще раз? 3 часа 16 минут. Я прям реально не жалею. Тебе не стоит крест, Ваня, что ты жалеешь по поводу. Я был в шоке от того, что я увидел прям реально. Вот мне, да, дорогие друзья, напишите в комментариях, видели ли вы когда-нибудь финал вот этого телешоу конкурса Мисс Беларусь. Потому что я как, ну вот все в Беларуси знают про Мисс Беларусь. Все видят фотографии участников, потому что СМИ их форсят, все видят победителей, потому что потом тоже часто всплывает СМИ. Но я никогда этого не видел, как проходит сам конкурс. И тут я посмотрел, и мне хочется делиться. Кайфанул, да. И что, что увидел? Что больше всего тебя шокировало в этом конкурсе? Просто все. Сначала и до конца. Причем, вы знаешь, это такая тема, где как будто бы сам Бог велел посмеяться над тем, что ну вот девочки эти красивые, возможно там не самые умные, хотят как-то попасть куда-то. Это значит, я вообще не понимаю как бы сам, ну вот идею существования этого конкурса. Зачем искать вот Мисс Беларусь, если мы сидим здесь? Идевая просто, друзья, откройте глаза, прозрите наконец. Какие еще варианты? Вот, и короче, я понял, что конкурс Мисс Беларусь это вообще не про девушек, которые туда приходят участвовать, а это конкретно про организаторов, которые вот это все устраивают. И по ходу нашего разговора вы поймете, к чему я веду, но у меня сложилось впечатление, просто недавно как раз загуглил, как приготовить шницель дома мне захотелось. И вот знаешь, просто шницель, чтобы его приготовить, нужно вот это куриное филе, очень подходит сюда, конечно, эти аллегории, вот это куриное филе нужно в яйцо обмакнуть, потом в муку, потом еще в эти... Я уже закончил эту историю, господи. В крошке эти какие-то там, или как это называется, вот мне кажется, что конкурс Мисс Беларусь это про это, вот вы берете, сколько там, 24 красивые... Куриное филе? Нет, вы берете 24... Ваня, ты фактически, ты женщина сейчас сравнил с куриным филе. Вот, Мисс Беларусь, это когда ты берешь 24 красивые девушки и просто их вот, не знаю, буквально за волосы вот во все говно, которое существуешь, окунаешь. Ты их ведешь на встречу с Озаренком, они реально через это проходят. В конце концов, ты отправляешься учиться стрелять на полигон с бойцами ЧВК Вагнера. Это просто жесть. И вот после этого, как бы, выходи на сцену и покажи что-то. Я такой, типа, какой пиздец. Да, мне кажется, что сами конкурсы красоты это нечто, в чем заложено изначально проклятие, потому что если обратиться к проклятиям именно таким гуманистическим ценностям, потому что если бы обратиться к истории конкурса красоты вообще, то становится понятно, что, допустим, в древнем Китае победительниц конкурса красоты, как бы, там, их хвалили, там, утрепали за щечку, говорили, вы украшение нашего коллектива, а потом приносили в жертву, значит, кровавому божеству. И, как бы, ну, честно говоря, по крайней мере, в белорусских реалиях кажется, что ничего не изменилось. Кажется, что все-таки мы остались. И вообще, типа, изначально эти конкурсы, они как будто бы антифеминистичные вообще. Мы-то с тобой, ну, то есть мы как бы поддерживаем феминистический дискурс, как минимум, потому что мы знаем, что они сделали с Харви Вайнштейном, и мы точно знаем, что с феминистками лучше дружить. Как бы, вот эти все конкурсы красоты в любой форме, они противоречат феминистическому дискурсу, как минимум, потому что просто, типа, объективируют женщин. А объективация — это рассмотрение человека, типа, вот только, там, с точки зрения, там, его каких-то внешних параметров, например, вообще без учета, там, его способности испытывать чувства и без учета его личности. И вот вся, как бы, вот эта процессия, она, естественно, укрепляет, там, стереотипы в нашем обществе, и ничего полезного, на самом деле, из этого не получается. Но у меня, у меня вот здесь какая-то дихотомия. То есть, типа, я испытываю по этому поводу суперамбивалентное чувство, потому что, господи, это... Вот наши девочки же в этом участвуют. Ну, наши девочки, реально. И знаешь, и вот в мире, где, точнее, в государстве, в стране, где над системой, над вообще миром развлечений установлен жесткий, там, такой государственный диктат и государственный контроль, где еще проявляться, когда, особенно идеологически, вся поляна зачищена, а ты, как бы, young, и ты beautiful, и тебе хочется, ну, как-то, как-то себя применять. Моё имя Кшиштоф, и я, миленья, хочу заробить себе своей женкой и отвезти в Варшаву, как жить у роскоши под прыгнетом польским ботом. Чего, блядь? По промокоду обсуждаем любители групповых занятий получат скидку в 5% на эти самые групповые занятия. А если вам интересно, где все эти 7 лет была школа «Полишфо Беларусь», они учили людей польскому, и, кстати, 100% учеников сдают госэкзамен по языку. Девять мелкозеровых из десяти выбирают школу «Полишфо Беларусь». Житься-то малины. Кстати, занятия проходят в неформальной обстановке с классными педагогами, и проходят они онлайн. Да, поэтому, если вы неформалочка, то, да, школа «Полишфо Беларусь» ждет вас. Рекомендую. Ну, я думал, что конкурс красоты, ты знаешь, ну, как-то условно такое название конкурс красоты, а все-таки здесь там с ними будут общаться, оценят их таланты, и они там, не знаю, в конце концов споют, станцуют, что-то переготовят. Угу. И какой у меня был шок, когда они просто, оказывается, все эти три часа, почти все эти три часа просто ходят по сцене. Плавали по сцене, да. И я такой, боже, это реально? Зато в национальных костюмах. Давай я тебе вообще покажу, как выглядит дефиле. Мне это просто сразу напомнило вот тот выпуск, который мы с тобой смотрели, топ-модели по-белорусски, когда обсуждали плагиат, когда, знаешь, приходят педагоги, такой, ну, вот ты пройдись от начала до конца, как бы, ну, вот так вот. Здесь вот уровень задумки примерно такой же. Вот смотри, моя любимая. Ну, типа, реально. А теперь ручеек идет. Как маятник, знаешь, маятник. Вот они реально идут ручейком. И вот так это продолжается, ну, это все шоу. Ну, знаешь, потому что я на ютубе, значит, читала там какие-то комментарии вот под этими выпусками, под старыми, под новыми. Мисс Беларусь, мисс Минск. Просто в Беларуси, на самом деле, типа, эти конкурсы красоты, их просто простите жопой жюри. Ну, то есть Минск, мисс Минск, мисс Интеграл. Да, мисс Кричи в цемент на шифер. Ну, то есть... То есть их вообще просто бесконечное множество. И, значит, читаешь комментарии, напишешь, типа, вот все-таки белорусские конкурсы красоты, знаешь, они самые чистые, вот такие самые непорочные. И, как бы, тут сложно. Видишь, как девушки идут ручейком, знаешь, типа, вся как бы хореография ограничивается на том, что они, знаешь, так вот с левого плеча, значит, выглядывают, с правого плеча выглядывают. Ну, кажется, что это... Ну, давай двинемся дальше. К моим стереотипам про этот конкурс. Несмотря на то, что это самый стереотипный конкурс, у меня к нему тоже были какие-то стереотипы. Я думал, что все-таки мисс Беларусь, ну, как изначально, да, проходят там какие-то районные кастинги, потом областные, республиканские, там, ну, понятно, какие-то сидят комиссии и отбирают. Но я думал, что вот уже саму мисс Беларусь будут выбирать зрители. Ну, то есть зрительское голосование, там же прямой эфир идет от этого шоу. И тут я узнал, что, кажется, существуют жюри. И это жюри существует не для того, чтобы, там, типа, условно голосовать 50 на 50 со зрителями или давать какие-то советы, а прям реально выбирают жюри. Даже в конкурсе Буслик есть жюри, ну, то есть как бы это не избежать. Кто был в жюри этого конкурса? Экс-хоккеист Дмитрий Басков. Извиняемый в соучастности, участие к убийству, типа, Романа Мандаренко. То есть Дмитрий Басков. Я просто представляю этих организаторов, типа, знаете, как они оставляют тут список. Значит, нам нужна какая-то актриса, нам нужен, значит, актер театра, возможно, нам нужен какой-то глава, обязательно что-то идеологическое, то есть, типа, глава Белорусского союза женщин, нам нужен убийца. Слушай, ты, кстати, вот до этого все у тебя почти правильно шло, потому что еще был первый секретарь БРСМ. Ну, естественно, да. Это мужчина, кстати? Да, это мужчина. Директор телеканала МИР Ольга Шпилевская, но она по совместительству и председатель союза женщин. Ох. Таланковичек-таланки по всем. Пусть говорят, что дружбы женской не бывает. Это Гермена Грейнджер с маховиком времени. Вот она как бы на всех парах одновременно врезана. Еще был руководитель ателье Егор Кириченко. Ну, то есть, ему потом им платье шить, пусть сразу выбирает, кому и пошьет. И там еще были какие-то личности, типа, телеведущая Полина Шуба, известная не тем, что она телеведущая, а тем, что она... Фамилией. Да. С озвученной с хитом Зинаиду Фурор, Шуба, Шуба, Шуба. Которую написала невестка Лукашенко. Ну, собственно говоря, и Полина Шуба, как бы, с Лукашенко тоже. Так сказать, невестка. И в жюри сидел... А под шубой селедка. В жюри сидел российский артист Денис Клявер. Вот, кстати, про российских артистов. Я, Натана, ты меня, конечно, просил, но прости, я нарушила твою просьбу. Я все-таки чуть-чуть посмотрела финал. Я посмотрела, как минимум, вот, просто до того момента, где объявляли ведущих. И мне прям, как бы, льзам на сердце, что вот, когда объявляли среди ведущих россиян, зал аплодировал максимально жиденько. То есть, типа, на наших белорусов даже, господи, прости, пожалуйста, на Ольге Шпилевской аплодировали больше, чем вот на Денисе Клявере. И я прям такой... Есть еще порох в пороховнице, знаешь. Ну, потом я тебе покажу одно видео с этого конкурса. Возможно, ты разочаруешься в зрителях, но не факт. Ладно. Вам будет про конкретных зрителей. Ведущая конкурса. Это тоже, там, ведущая телеканала ОНТ, кто-то там еще. И одна из ведущих конкурса была Александра Мелех. Это исполнительница песни «Ах, Александр», которую написала невестка Лукашенко и посвятила Лукашенко. Ты видел когда-нибудь эту песню? Мне просто... Бог милу! Ах, Александр, Александр, Александр! Удача нашей, надежда и отрада! Меня очень позабавило, что первый музыкальный номер, который был во всем этом мероприятии... Там до этого были какие-то... Там балет выходил что-то. А потом уже прям артист выходит петь. Это была как раз таки Александра Мелех, которая пела песню «Брось слова». Автор тоже, ну как бы понимаешь... Меня. Автор Анна Силук. То есть невестка Лукашенко. И вот... А у тебя есть какие-то другие композиции вообще? В смысле композиторы? Я не знаю, и сунграйтеры, кроме вот Александра Силук. О, подождите, ее Александра зовут? Орик. Анна. Анна. Вот. Смотри, как это все бьется со стилистикой конкурса. Угу. Это какие-то... Честно говоря, вот такая составка, вот знаешь, это частушки сектора газа. Такое чувство. И вот пошло. Девки в озере купались, хуй резиновые наши. Вот оно подходит. Ну... Это какой-то... Слушай, вот сейчас это реально, что нужно петь сектор газа, и я прям ей пожму руку. А если... Ты напела, к сожалению, не сектор газа. Мимо тещиного дома. Среди всех участниц их таланты не старались как-то раскрыть, но там оказалась одна участница, которая является продюсерским проектом Евгения Олейникова, автора песни «Любимую не отдают». Да. А я думаю, это автор проекта Кевин Дейл. И поэтому ее таланты решили раскрыть, и вот ведущая где-то там на 54-й минуте объявляет, что сейчас вот будет уникальный номер, потому что на эту сцену выйдет бывшая участница конкурса «Мисс Беларусь», нынешняя и, скорее всего, будущая. Это выходит какая-то группа, неизвестная, но типа молодая, амбициозная. Как ты думаешь, какую песню исполняет группа на конкурсе «Мисс Беларусь»? Эту песню написал Евгений Олейник, то есть белорусский вот этот автор. Спорт и бухломы, что-то? Нет, они исполняют песню «Миллион алых роз». Но, подожди, смеяться, это не песня Пугачёва. А чё? Это новая песня «Миллион алых роз». Анна Силовук, наверное. Смотри, как это выглядит. Обилие красного цвета. Красный по натуре страстный. Уже понятно, что тебя ждут. Мне кажется, что не живое исполнение, да? Я думаю, нет. Но мы обязательно дослушаем досрепеву. До свидания. Для тебя, Фаня. Знаешь, мне тяжело, не хочу больше ждать. Только когда чувствовать. Раз не можешь любить, лучше не обещать. И при первой исполнил. Насколько можно обещать? Миллион алых роз. Миллион вечных роз. Стоп, я думаю, ты преисполнился. Эта группа называется «Мисс Ю». «Мисс» и потом на английском «Ю». Угу. Скучаю я по тебе. «Мисс Ю». Но это не то, чтобы скучать. Но это ещё и «Мисс», типа как «Мисс Беларусь». «Мисс тебя», типа, да? Твоя «Мисс». Блин, ладно. Ну, короче, без комментариев, если честно. Я думаю, что девочки, возможно, сами. Но мне хотелось бы, чтобы они сами всё понимали про этот номер. Если нет, то как бы уже, знаешь. После этого из интересного ещё выступал Солодуха тоже на конкурсе. Пел песню. Но он пел песню. Участвовал в конкурсе. Получил приз на зрительских симпатий, интересно, на конкурсе «Мисс Белару». Потом было дефиле в купальниках. И он тоже дефилировал в купальниках? Нет, нет, нет. Участницы школы красоты. А потом был какой-то, знаешь, такой, как середина этого конкурса. «Фарватер», да? Нет? «Фарватер» — это середина. Утешение «Бем». Экватор. А, Экватор, наверное, середина. «Фарватер» — это середина. «Фарватер» — это середина, кроме середины, Ваня. Ну, и что там в середине конкурса? Да, на час четырнадцать двадцати четырех участниц нужно было отобрать десять финалисток. Это делала жюри. И перед тем, как сделать этот выбор, член жюри сказала, как изменились девушки за это время. Конечно же, меня лично особо радует, что наши девушки стали сильной единой командой. Они узнали еще больше информации, еще больше всего о нашей стране, еще больше ее полюбили. И я сейчас... Типа, реально, они узнали больше информации всего о нашей стране и еще больше ее полюбили. После того, как определили десять финалисток этого конкурса, как их отбирали, я не знаю. То есть, возможно, там реально меряют черепа, чтобы понять, как... Ну, как можно по внешности вот это брать? Вот ты все-таки красивая, а ты не такая красивая. Ну, возбудился Александр Шпаковский или нет? Вот так, мне кажется, это определяется. Я просто, честно говоря, когда гуглил, значит, конкурс «Мисс Беларусь» на Ютубе, вот, когда посмотреть финал, хотя Ваня, конечно, завещал этого не делать, но я направил для того, чтобы их нарушать. И я случайно наткнулся на тот видос на конкурс «Мисс Минск», ну, потому что, типа, как бы бесчетное множество, реально. «Мисс Интеграл», озвучили, наверное, уже это ранее. Но, тем не менее, значит, я открываю этот конкурс, типа, вот это видео, и вижу, что в жюри сидит, например, тот же самый Басков и Шпаковский, ёб твою мать. Шпаковский! Вы вообще видели, типа, Шпаковского? Ты считаешь, что он красивый? И он не разбирается в красоте? Она ставит за кадром, но просто сам факт, что, типа, человек, который вот занимается вот ровно этим, оценивает девушек красоте и выбирает, кто станет из них «Мисс Минск». Поэтому, да, тут чего удивляться-то? Меня позабавило, что на час тридцать два решили разбавить как-то зрителей и показать, как, ну, как бы, жюри уже сделало свой выбор, да, а что люди думают про конкурс «Мисс Беларуси» и какой они себе представляют эту «Мисс Беларусь». Любящая семью, родину. Патриот Республики Беларусь. Все-таки не городского типа, а более сельчанка. Наша страна. Красивая. Это был я. Это что? Э-э-э-э-э. Добрая. Талантливая, как же. Максим Фадеев какой-то могу делать. Воздушная. Можно быть высокая, красивая, голубоглазая. Мне, например, нравится, что, типа, все буквально делятся своими девятцами по очереди, типа, знаешь? Своими фетишами, типа, вот такой легальный, способ рассказать его то вообще многие говорят как бы достаточно души тут мне нравится финал этого ролика по мне бы это было блондин очка также важно чтобы они были законопослушными и после этого выходят артисты-подростки исполняют песню у грани числа анусил да что ты сделал для родины то есть они реально поют что ты сделал для рода это все это все пропитано государством пронизаны я был даже немного в шоке что такой степени пропитана все государственной идеологией ну и после вот этого вашего к того как у монеточка куда ни пыли никуда не глянь сплошное государство на на втором часу наконец-то начали как-то знакомить зрителей с девушками и там показали видео визитки 10 финалисток плюс после этого наших там с тобой конечно не оказалось хотя мы хотя мы присылали это цензура нас вырезали телевизор и после этого девушкам задавали вопросы до которого до которого года у вас действительный паспорт белорусский ну слушай хотя бы как-то уже пытаются познакомить нас девушками что до этого не просто ходили дефилировали и все интересен способ при помощи которого они пытаются познакомить как задавались вопросы в зале ну были какие-то типа вип-трибуны и ведущие анонсировали что в зале присутствуют женщины которые тоже там чего-то достигли в этой жизни рожавшие не рожавшие не уточняли слушай ну насколько я их знаю большинство наверное были рожавшие хотя не все не все кстати рожавшие точно коллеги вот и мол эти женщины будут задавать вопросы участницам конкурса мисс беларусь и как-то за счет этого мы узнаем немного больше участниц во первых я хочу показать как вообще выглядели роды как выглядели визитки этих участниц вот первое здесь кстати была визитка элеоноры качаловская которая стала победительницей ваше внимание на экран ну смотри какая визитка я качаловская элеонора мне 23 года я работаю менеджером модельного агентства в национальной школе красоты мой жизненный девиз не проходи мимо однажды я не смогла против ну давай хватит этого до жизненных девизов и просто прошу обратить внимание на качество там настолько ужасно выставлен цвет что взял дать эффекты типа да рисунок всем вы портите выдастся или по качеству съемки то есть его кривей на самом деле никаких претензий нет устика левера сработала на отлично совершенно там что могла как будто показала вот его просто во что это обрамили даже реально вот это наживание огурцова вот сериал ранетки на нем такая такое впечатление типа же не что что ты думаешь какие у тебя ассоциации приходите по на тему там вот слова там семья там боль страдания же не у тебя проблемы с семьей сняты точно так же вы решили этот момент заранее так и вот элеоноре она реально стала мученица этого конкурса ей первый задавали вопрос и это был возможно вы видели где-нибудь в тик токе вырезки с этим вопросом мы сейчас подробненько разберем эту шаги в итоге берем действительно было но я видел да в тик токе было до смоли этого ты постил условно это было с подписью ну ахахаха тупица элеоноре вопрос задавала актриса купаловского театра которая одна из немногих кто после протестов осталось работать в купаловском тамарой васильевной мироновой сухой это видео я прям знал что зовут тамары я отвечаю я буду причем тамара реально и вот вопрос от тамары а просто тамара васильевна наверняка у вас есть вопрос для участницы кто автор пьесы паулинка ты видел как она заржала на актриса у нее все гипертрофированы после этого давайте уже не будем смотреть эту часть всю элеонора не смогла ответить на этот вопрос но она пришла его губами она растерялась и сказала что я боюсь ответить неправильно давайте промолчу но на крупном плане было видно что когда я только задали вопрос она сказала купала если она знала ответ но она растерялась нас есть инсайд у нас есть инсайд на этот счет я узнал вообще как задают эти вопросы я пообщался с одним с человеком который участвует в организации этого конкурса он сказал что оказывается все вопросы которые задают финалисты сексуальные унижения для того чтобы получить инсайд мы конечно не будем рассказывать когда вот эти вопросы они все заранее подготовлены и раздаются вот этим уважаемым женщинам чтобы те их озвучивали вопросы в основном там были такие что для тебя такое дружба как ты относишься к многодетным семьям нравится ли тебе государственный флаг республики беларусь и эти карточки с вопросами их озвучивает участницам до конкурса не говорят кому какой вопрос прозвучит но называют все эти десять вопросов чтобы каждый мог подумать как он красиво ответит и не растеряется на сцене но актриса купаловского задала вопрос от себя а проигнорировал у нее был какой-то вопрос видимо связаны с театром там условно таки они они супер безопасны то есть да там очень сложно поскользнуть там должен был быть вопрос условно а какую а кого бы ты хотела сыграть в театре если была актриса она решил за это именно экзаменационный вопрос да во первых задавать такой вопрос же на самом деле мы не будем открывать наших зрителей мы с тобой по телефону обсуждали на момент накануне съемок и вот расскажи вот моя версия этих событий мне кажется что задавать вопрос кто автор паулинки это во-первых некрасиво потому что это вопросы школьной программы супер легкие это купала написал то есть это то же самое что при встрече с тобой спрашивать значит написал войну и мир а два плюс два знаешь сколько то есть это значит что я отношусь к тебе условно как дебилу и вот она смотрит на эту девочку дубит ну что-то тупенькая маленькая задам я такой вопрос подловлю и мне кажется что этот вопрос прозвучал потому что тамара она как многим актрисам свойственно в возрасте она просто наверно не переносит красивых женщин потому что актриса чаще всего ну достигают каких-то ролей в том числе за счет своей красоты что я и талантливая и красивая молодая и поэтому я играю по условно чувствует старой гвардии и как бы немножко пасует перед заводами которые у которых все впереди да причем после этого два я сразу покажу потом будет твоя версия после этого ведущий как бы понял что это не прокатило намекает тамаре что у вас есть возможность задать другой вопрос наверное тот который мы вам раздали что вы но тамара не сдает наша товара сильно но может быть есть у вас еще один вопрос для нашей участницы просто вопрос конечно же на знание да может быть у вас есть общий вопрос легче вопрос я не знаю девочку еще и гнобит легче вопроса я не знаю и не задает другой вопрос я понимаю так симпатично я как бы я вижу эту ситуацию немножко другой точки зрения наши комментаторы наши дорогие зрители могут дать свой голос за какой-либо из этих взглядов на эту ситуацию при том что правильно ответ его нет но мне кажется что в идеологически полностью идеологически зачищены такой просторе на конкурсе красоты которые вообще не это как бы между прочим одна из тех вещей за которые этот конкурс калет феминистский что там людей вообще не оценивают по их талантам по их интеллекту их оценивают только по их груди и по их вот этим половым органам понимаешь и по их заднице и вот на этом конкурсе который вообще не предполагает никаких интеллектуальных умственных типа там каких-то напряжений звучит вопрос от старой гвардии Причем, знаешь, типа, а как бы для меня, я искренне заявлю об этом, для меня Купаловский театр — это прям кузница национального сознания и гражданского общества. Ну, типа, что, если не Купаловский театр? Можно долго рассуждать о том, типа, во что он сейчас превратился под руководством вот этой вот актрисы, которая выступала на открытии виноводочного какого-то магазина, там, типа, где-то в регионах, Ольга... Нефёдова. Нефёдова. Ну, короче, ну, то есть, это, естественно, вообще даже не подлежит обсуждению, только осуждению. Но вообще, сам по себе Купаловский театр, типа, вот идея, которая лежит в основе этого учреждения, этой институции, это какое-то национальное сознание, безусловно. И что даже вот на этом конкурсе тоже, я совершенно ничего не знаю про эту женщину, но я прям вижу, что она действительно очень артистичная. И мне кажется, что вот это, знаешь, та история, когда жаба и гадюка подружились бы, то есть, типа, мне хотелось бы с ней поговорить на самом деле. И вот она проносит, ты представляешь, то есть, для меня в этом даже есть какой-то подвиг. То есть, типа, это человек, которому вручают вопрос, и она решает задать вопрос, который связан с, типа, с белорусскими вот этими вот классиками литературы. И вопрос про Паулинку. Поэтому для меня Тамара Васильевна заслуживает абсолютного уважения и аплодисмента. Да, что интересно, что у нас такие полярные точки зрения. Ну, на другом вопросе, я думаю, у нас точки зрения сойдутся, знаешь. После этого шли там... Слушай, наше шоу как бы проповедует какие-то либеральные ценности, поэтому плюрализм для нас не пустой звук там. Я дальше смотрю, там были вопросы все с бумажки шли, которые вот там, как ты относишься к дружбе, что для тебя такая красота, как ты, что ты сделаешь там, когда станешь мисс Беларусь. И следующий вопрос, по ответу видно, что он тоже был по бумажке, но я охуел, что там реально прозвучал такой вопрос. От директора Белорусского телеграфного агентства Ирины Окулович. Вы все очень красивые, очень худенькие, и наверняка знаете, что такое правильное питание. Вот, правильное питание. У меня для вас такой вопрос. Если не ответите, я сразу скажу, задам дополнительный, но... Какое блюдо готовил президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко на своей малой родине для космонавта Норицкого? И она ответит, конечно, блядь. Ее надрочили уже. Спасибо большое за вопрос. И я хочу сказать, что мне кажется, это достаточно простой вопрос. Я знаю, что это был салат, и он состоял из нескольких ингредиентов. Первый из них это был зеленый лук, морская соль, сметана и, по-моему, еще яичный белок. И назывался он антиковидный. Салат витаминный, блядь. Браво. А, блядь, она еще поправляет салат витаминный. Браво. Глеб, это... Это был легкий вопрос, я не хочу сказать. Блядь, хоть кто-то. Вот один человек на земле интересуется вообще этой темой, кроме вот, блядь, главы госагентства Белта. Глеб, ты представляешь, тебе нужно выбрать самую красивую девушку Беларуси. Какой салат готовил Лукашенко, знаешь? До свидания. Морская соль, значит, там... Такой легкий вопрос. Блин, ну это полный пиздец. Просто какой-то ужас. Ну, типа, на кого не рассчитывали? То есть, очевидно, что это какая-то, знаешь, типа, запланировали заранее сценку. То есть, девушке вручили ответ, правильный ответ на этот вопрос. Типа, ой, блядь. Ну, мне, знаешь, вот реально уже хочется посмотреть какой-нибудь там... Кручаю, мы выпьем за это, да, за здравие, значит, за усопших вот с этого вопроса. Мне реально хочется посмотреть какой-нибудь, знаешь, мисс США. Там, где споткнулся Байден. Каким тональником, аж, Дональд Трамп? После всего этого, наконец-то, жюри определилось с финалисткой, с победителем. Знаешь ли ты, что дарят победительницам? Денежный приз, наверное, какой-то, может быть, жили какой-то. Там говорили денежный приз, единственное, не называли его размер. Поэтому, одна базовая. Но я не знаю, как иначе определить денежный приз. Можно две. Титул был мисс Дружба. Нет, его выбирали сами конкурсантки, типа, там выбирали самую дружелюбную девочку. Хотя, мне кажется, что вот когда выбирают эти титулы, они же просто кого слить. Потому что, если ты получил мисс Дружба, ты не станешь мисс Беларусь. Поэтому давайте-ка ее сольем. Не знаю, как это работает. Итак, мисс Дружба получила сертификат на покупки в Миловице. Плюс путевка на бьюти-процедуры на выходные в санаторий Солнечный. А где он, в Гомельской области, типа, находится, нет? Слушай, я думаю, что это может быть Солнечный берег в Гомельской области. Это санаторий Нефтяников. Не знаю. Короче, типа, на два дня в санаторий Солнечный. А что это на бьюти-процедуры, вот просто? Что это? Мисс Вейпинг. Значит, тейполок и нишка мисс МО. Мисс МО. Два дня обклеивает у вас канцелярскими принадлежностями. Пожалуйста, вырежьте и отправьте это в МИСМО. А потом вы еще и платите за это, скорее всего. Так, еще была мисс зрительских симпатий. Это выбирали, как бы, на сайте ОНТ зрители конкурсом. Сколько проголосовавших там неизвестно, не называли число? Нет, нет. Она получила путевку на бьюти-выходные в санаторий Спутник. Это санаторий рядом с Минском, уже поближе. Плюс какой-то подарок из магазина «Пятый элемент», но не назвали подарок, а просто вынесли большую коробку, она похожа на телевизор. Можно предположить, что я получил телевизор, но это неизвестно. Ну, все равно приятно. Да, мисс ФОТО, я уже выбирала жюри. Мисс ФОТО получила сертификат на программу красоты в санатории Приднепровске. То есть это уже не на выходные. Подожди. А это, типа, спорная территория? Нет, 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 это твоя малая родина Приднепровске. Приднепровске, да. Плюс сертификат на покупки в Миловице. Потом была мисс ТОП модель. Ей тоже сертификат на программу в Приднестровске, и тоже сертификат в Миловицу. Второй вице-мисс подарили колье из красного золота плюс денежный приз. Плюс спецподарок от Банка развития, неизвестно какой, просто в коробке его вынесли. Шоколадную медальку. И мисс Беларусь. Ну, конечно, суки, подарили ей собрание сочинений Янки Купалы от Мининформа. Это Тамара Васильевна, и, блин, спецподарок от Тамары Васильевны из Купалского театра. Потом денежный приз, не назвали сумму, колье с бриллиантом и автомобиль Джили. Джили. Вернусь к своей кубышке, потому что мы обсудили, что подарили победительницам конкурса, но был еще и общий подарок всем участницам. Внимание. Наверное, самый приятный сюрприз для всех участниц нашего конкурса. Эти чудесные вечерние платья. Подарок от президента Республики Беларусь. Типа подарок от Лукашенко. Платья, в которых вы дефилировали. Причем, честно говоря, большинству девушек эти платья не очень шли, потому что они какие-то странные. И такие платья как будто бы им пригодятся, если они лежат в Доме культуры спеть песню Анны Асти. Я не знаю, в какой еще ситуации им понадобятся эти платья. И после этого уже был финальный аккорд, что мне очень понравилось. Тут вообще, если ты обратил внимание, сейчас на фоне звучала такая музыка. Скрипка. Что-то типа... Все под балл такой условно. Кричное что-то. Да. И после этого смотри, что происходит. Начинает звучать финальный номер. Такое микширование. И на сцену выходит Виктория Олежка. С песней на слова. Отгадай. А, начиная? Да. Вот о чем же эта песня. Какой-то дикий шансон. За небо честное, за мысли чистые, дела прекрасные, сердца лучистые. Ебейшая, реально. За ту твою. Как же она чувствует, да? Вернусь за босиковую, миролюбивую, такую гордую, такую милую, за материнскую, за офицерскую. За нашу родину, за Беларусь. Дорогие друзья, простите. Блядь, ну это же, слушай, ну это гениально на самом деле. Типа, вот как, какими еще прилагателями описать Беларусь с 2023 года. Материнская, офицерская. Ну это реально охуенно. Вообще, мы с тобой начинали этот выпуск, он уже плавно подходит к концу. Начинали мы его с того, что мы договорились с ней, и, собственно, мы обсуждали это в телефонном разговоре еще как бы накануне, предваряющем все эти съемки. Мы договорились, что мы не будем хейтить, ну потому что это было бы совершенно несправедливо. Это наши зрители, мы как бы любим, мы сами, собственно, оттуда же. Ну это действительно, мы как бы не хейтим простых людей, но... Мы сами закончили с отличием национальную школу красоты. Но есть одно «но». Как говорили в «Игре престолов», типа, да, вот все, что как бы до «но» зачеркивается, вот воспринимается то, что после «но» этого союза. И «но» заключается в том, что, типа, девушки, которые побеждают в «Мисс Беларусь», и потом некоторые из них, по крайней мере, переходящие в политическую плоскость, типа, они как бы воспринимаются уже совершенно, как бы, ну, уже политическим прям акторами. И это, естественно, типа, ну, как бы, подвластно обсуждению. И одна из них — это Мария Василевич. Да, это «Мисс Беларусь», по-моему, 2018 года. Да, карьер, который после победы в этом конкурсе красоты стал стремительно расти вверх. Она вдруг внезапно оказалась в политике. Ей на тот момент было, по-моему, 23 года. 22, 22, 22, Мария Василевича была, когда она прошла в личную палату Белорусского парламента. И она, значит, как бы заходила туда без какого-либо политического опыта, ну, то есть, типа, всем очевидно, по какой причине. Ну, я думала, что, так сказать, поднотаскали немного. Ну, я... По политическим вопросам. Значит, в 2020-м, то ли 2019-м году, где-то на рубеже двух этих годов, выходит материал в британской газете «The Times», которая утверждает, что это прямо вот, типа, материал, посвященный отношению Марии Василевича и Александру Лукашенко, еще раз подчеркиваю, британская газета. И она прям прямо утверждает, это то, что, типа, на что ссылались все белорусские СМИ, что между Марией Василевичем и Александром Лукашенко существует романтическая связь, типа, это как будто бы доказано. Она вообще, как бы, там не ссылается на каких-либо источников, то есть, типа, она пишет про это как просвершившийся факт. Я переговорю это. Она пишет про это как просвершившийся факт. Еще раз, она пишет про это как просвершившийся факт. И Мария Василевич, она становится, условно, притч во языцах, именно в контексте вот этой какой-то такой сексуализированной истории отношений с Александром Лукашенко. Значит, есть такой паблик, советская Белоруссия называется. Это паблик, который агрегирует, который сам придумывает все новости, о которых пишет. И, естественно, одним из персонажей его вот таких исторических заметок становится Мария Василевича. Я хотел бы прочитать себе три моих самых любимых поста. Да, но это, если что, выдуманные новости. Это выдуманные новости, но Мария Василевич не выдуманная. Она победительница. Кстати, про Марию Василевич, она как бы заходила туда, в эту книжнюю палату Белорусского парламента, с идеей... Зачать сверху? Представлять интересы молодежи. Потом, значит, она топила за проект какой-то, который призван защитить права животных. Но она была тем человеком, который впервые озвучил вот эту инициативу по изъятию, точнее, отнятию белорусов гражданства. Она была первой, кто по этому заявил. Она была первой, кто анонсировал проект про изъятие гражданства. Но она об этом, правда, утверждала в комментариях СМИ, что изъятие гражданства будет у тех, кто получил их не по праву рождения, типа, ну, как бы не по рождению, а кто приобрел в процессе жизни. Ну, а чем закончилось, мы все знаем. Итак, три моих любимых поста про Марию Василевич. Они все выдуманы, естественно. Депутат Мария Василевич возмутилась, что ее не взяли в команду участниц конкурса Мисс Белоруссия для выездной встречи с мятежниками из Чиевка Вагнер. И дальше комментарий Марии Василевич. Пресловутая культура отмены в действии. Почему так произошло, мне неизвестно. Кто оценивал пригодность? Как оценивали? Да, в школе я не была отличницей и хорошисткой, но была крепкой удовлетворительницей. Разве это повод запрещать мне заниматься депутацией? Это выдуманная новость. Да, депутация. Для некоторых пояснилось, что депутация и проституция, типа, как бы вот эти фонетические сходства, типа, они не зря здесь как бы существуют. Мне нравится, чтобы эти выдуманные новости, на самом деле, гораздо больше отражают нашу реальность, чем реальность. Чем реальные новости, да. Так, значит, депутатка Мария Васильевича предложила увеличить количество ФАПов в регионах. Дальше, стата Мария Васильевича, якобы. Что сегодня нам мешает сделать больше ФАПов? Санкций вовсе нет. Я бываю в регионах, общаюсь с людьми. Первое, о чем они просят, сделайте нам ФАП. Люди хотят ФАПы, нужно им их дать. И третье, я считаю, что советские белорусы гениальный паблик, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на него. Это, блин, человек этот заслуживает какого-то памятника реально в новой Беларуси. Значит, последний пост. Депутатка Мария Васильевич, дальше цитата. Ко мне часто обращается молодежь, обеспокоенная вопросом трудоустройства в летний период. Жалуются, что сейчас работодатели предлагают студентам и школьникам только мини-джоб. Но для желающих работать руками и головой, это неплохая подготовка к взрослой жизни, к фул-джобу и дабл-джобу. Дерзайте. Ну, согласись, это гениально. Блин, нет. Советская Белоруссия, мы кланяемся. Многие говорят, это тост за вас, давайте, там, по-моему, еще осталась какая-то жидкость, типа. Советская Белоруссия. Я, кстати, пересекался с Марией Васильевичей в жизни. Не спрашивая, как я там оказался, но... В конце 2019 года я был на балу, где... Значит, этот бал в честь Старого Нового Года Лукашенко. И там, соответственно, вот Гуцери, вся эта компания, там все приближенные... А ты, получается, вальсировал на этом балу, соответственно? Нет, не совсем. И там была Мария Васильевич. Она сидела рядом с Лукашенко. Чем от нее пахло? Нет, я не успел унюхать, чем от нее пахло, потому что... Вот первый раз я ее вижу. Я стою где-то там, типа, условно, в стороне гримерок. Просто бежит бегом Мария Васильевич. Потому что ей нужно срочно подкрасть и возвращаться за стол. И она прям вот бежит. И следующее, это я, знаешь, стою, смотрю на этот зал большой, где они все сидят. Тут начинается какой-то танец. И это было, кстати, несколько танцев. И на каждой танец у Лукашенко тянет и тянет, тянет. Ну вот просто, знаешь, у меня сложилось ощущение, что человек на каторжной работе. Ну и что ей, конечно, не позавидуешь. Я думаю, не такой судьбы она... Мне правда ее жалко, типа, это тоже человек, у которого в 20-м году три или четыре, даже больше раз банили страницы в Инстаграме киберпартизаны. Потом этот человек, машину которого разбивали, у нее уже есть машина. Я помню, в 20-м году я сам писал все эти новости о том, что ее машину прям разбивали. И она обращалась по этому поводу в милицию. Кроме этого, она вынуждена с этой рухлей танцевать. Возможно, как-то еще иначе. Даже страшно с ней будет представить, как еще иначе она с ним сотрудничает. Но это же прям реально достойно, знаешь, какого-то сострадания такого искреннего. Мне кажется, что организаторы конкурсов «Мисс Беларусь» и прочих конкурсов красоты, вот я конкретно их виню за все, что они делают, мне кажется, это неправильно. Что один раз они провели конкурс в Беларуси как надо. И вот поскольку там сидят за трибунами все чиновники, вот они позвали туда тех конкурсантов, которые им и нужны. Очевидно, для чего. Это были мы. Нет, в 2013 году прошел конкурс «Мисс Минск». Может быть, кто-то помнит? Никто не помнит этого конкурса? Это был, мне кажется, самый известный конкурс красоты в Беларуси. Телеканал СТВ решил снять свой конкурс красоты, потому что у ОНТ есть «Мисс Беларусь», а у СТВ, как это столичное телевидение, будет «Мисс Минск». И, значит, во дворце спорта прошел финал этого конкурса. Как бы уже назначилась телетрансляция, там тоже выбирала жюри победительницу. Но перед телетрансляцией случился небольшой скандал, и этот конкурс никогда не вышел на телевидение. Просто вот, знаешь, эти исходники были стерты. Откуда они у тебя? Можно победить? У меня этих исходников нет. У меня есть просто новости того времени. Это шоу никогда не вышло в эфир, потому что после того, как определили «Мисс Минск», раздали все титулы, награды и прочее, журналисты накопали вот на этот конкурс некоторую интересную информацию. В данном случае я буду цитировать «Еврорадио», которое, по-моему, цитировало и другие «СМиссовы» материали. Итак, оказалось, что после конкурса его победительница Яна Концевенко всплыли в фотографии в ее соцсетях, где они, как бы, такие немного непристойные. Одна там как-то своим парнем зажимается вульгарно достаточно. Как могла? Что-то такое, да. Ну, а на самом деле, как бы, есть же вот эти какие-то параметры конкурсов, что там девушка никогда не должна сниматься в порно, не должна быть замешана в спорте. А, между прочим, в 21-м году, по-моему, дирекция вот этого всего, типа, всего этого мероприятия давала интервью, говорила, что они очень строго проверяют инстаграмы, истории с девушек, ну, естественно, как бы на соответствие там государственному какому-то духу, типа, всего этого. Вот, и начал разграться скандал из-за того, что у победительницы, у Мисс Минск 2013 какая-то откровенная фото в соцсетях ее, в инстаграме, и потом через пару дней бахнуло. И очень серьезно. Потому что здесь уже всплыли фотографии из минских клубов. А в 2013 году это все ходят в клуб «Дозари», вот этот «Макс Шоу» и так далее. Тут, судя по всему, фотографии из клуба «Дозари». Глеб, я тебе буду описывать эти фотографии, потому что, дорогие зрители, кажется, тут придется слишком много блюрить. Итак, на этом фото ты можешь видеть, как Мисс Минск в клубе лижет сосок. Здесь она лежит с голыми грудями. У меня теперь хочется быть наивнее. На барной стойке мужчина готовится слизывать, судя по всему, лимон. Здесь какой-то парень засунул руку в трусы, Мисс Минск, в клубе «Дозари» опять же. Здесь... Здесь его хоронят, такое чувство уже нет. Я не могу это описывать. Это сложно описывать. Далее подключились журналисты «Солидарности», которые узнали, что, оказывается, и другие участницы, точнее, другие победительницы конкурса «Мисс Минск» тоже не с кристальной репутацией. Например, вторая вице «Мисс Минск» Наталья Башура, оказывается, работает в клубе «Го-го» танцовщица и выступает в образе розового сайчика. Ну, как бы тоже имеет право на жизнь. Ну, конечно. Интересно получилось и с Мисс Дружба... Я точно, я точно не судья этим девушкам. Интересно получилось и с Мисс Дружба Екатериной Вайтус. Она, оказывается, зарабатывает на жизнь стриптизами и имеет личную страницу на сайте StripTizBuy. Здесь тоже, поскольку будем блюрить, как бы здесь везде она находится. Без нижних взяток, в трусиках. Мне нравится, что называется, мне не менее без блюра это запостилось. Да, мы не можем себе такое позволить. Клинители, да, искусство. А, ну вот здесь еще есть такая фотография, Мисс Дружба. Мисс Дружба сидит на корточках, у нее видны грудь. И две конкурсантки, оказалось, еще тоже две финалистки этого конкурса входят в эротическую группу «Ебаш». Ольга Киселева и Анжелика Тиханович. Заметьте, не Тихановская, Тиханович. Вот, поэтому группа «Ебаш» работает в таких образах. Жалко, что в Тихановской не работают в таких образах. Причем очень забавно вышло, что кто сейчас возглавляет избирком? Карпенко. Нет, Карпенко, да. Карпенко. На тот момент Карпенко работал в... Минобразовании? Нет, а в 2013 году он работал в Мингородсполкоме. Он дарил этим всем участницам, значит, подарки. Есть фотографии, где он жмет руку в Минск. Ну, может быть, где-то встречались в дозоре. Я говорю, что руку, на самом деле. Вот. И мне очень нравится, знаешь, как здесь написано в этой статье. Одна из конкурсантов поделилась с Солидарностью, это Солидарность написала, что после награждения победителя около 10 девушек были приглашены на прием с участием Александра Лукашенко и его младшего сына Коли. А после приема девушки разъехались по клубам работать. В каком качестве? И мне очень понравилось, что эту ситуацию еще... Журналисты попросили прокомментировать эту ситуацию и руководителя этих ночных клубов, типа, до зари. Какая формулировка? Топ-менеджеры ночных клубов замечают, что девушки просто делают свою работу, и многие из них очень хорошие и порядочные. Но становиться лицом Минска им совсем не обязательно. Просто интересно, почему становиться лицом Минска обязательно через обнажение, через демонстрацию своих каких-то грудей и всего остального. То есть, опять же, мы с тобой не пуритане, мы не против того, чтобы откровенно демонстрировать. Мы за ощущение собственной сексуальности, какие-то, я не знаю, приличные, запряженные с искусствами формы ее демонстрации. Но мне удивительно, что это же, между прочим, одна из тех причин, почему в Беларуси вот эти конкурсы региональные и странового уровня настолько популярны. Потому что это пережиток этого мышления советского человека, вот этого красного человека, которым его описывала Светлана Алексеевич, это пережиток вот тех времен, когда женская сексуальность могла быть проявлена только вот в таких конкурсах красоты и больше нигде в другом месте. Я согласен. Я не осуждаю вообще участниц конкурса десятилетней давности. Просто я считаю, что вот тогда интересы организаторов и участниц сошлись. Потому что участницы, как бы не скрывая, работали в стриптизе, а судя по всему, конкурс «Мисс Беларусь» только и проводит для того, чтобы найти себе какую-нибудь стриптизершу или просто красивую Да, потому что даже мы знаем пример Мария Васильевича. То есть он все указывает на то, что как будто бы это... Глеб, мы поскольку уже ближимся к завершению, я не могу просто смотреть на твою фламинго. Я вспоминаю фотографии Гайдукевича. Почему именно фламинго тебе напоминает фотографии? Я думаю, ты напоминаешь эту ветлицкую песню розовую фламинго? Нет, потому что он сдувается. Сколько можно? Да теперь ты знаешь, что мне это напоминает. Гайдукевич. Значит, мы вообще подытоживая всю эту тему, мы безусловно против этих конкурсов красоты. Вообще, самих конкурсов, не только конкурсов, типа «Мисс Беларусь», «Минск Минск», опять же, «Минск Кричев», «Минск Интеграл», «Минск Речиса Древ». Мы против вообще в целом всей этой идеи, которая лежит в основе... Которая, точнее, мы против всей этой идеи, которая зиждется на оценке внешностных качеств с полным игнорированием каких-то этих личностных характеристик. Мне вот кажется, что признавать красоту другого человека это очень важно и правильно. И говорить, что вот, боже, какой красивый человек. Но при этом не рассматривать его таланты, какие-то личностные, качества, это очень странно. Мы, значит, но при всем при этом, мы как бы в первую очередь не предъявляем никаких претензий к тем девушкам, которые участвуют, потому что мы понимаем, каково это жить в стране, где установлен тотальный диктат государства над усилительными мероприятиями. И если эти мероприятия не проводят само государство, с ним нужно это все тщательно согласовывать. Ты прям точно знаешь, как это все обстоит и как жестко у тебя это все происходит. Вот, поэтому мы просто надеемся, что наши дорогие девушки поймут, что они точно достойны большего, а не вот этого вот всего дерьма. И на этом, наверное, мы закончим. Честная пионерская красная звезда, Ленина, обманывать никого никогда нельзя. Напоминаю, что для нас важны ваши лайки и комментарии. А еще, поскольку мы запустили функцию «Спасибо», я хочу рассказать, как она работает. Мы в прошлый раз говорили, что эта функция называется «Спонсировать». Не так. Это не про спонсорство. Итак, функция «Спасибо». Вы нажимаете на соответствующую кнопочку «Спасибо», выбираете сами, какое пожертвование вы хотите сделать, и эта функция предполагает, что вы обязательно должны оставить комментарий под видео. Это вы видели на комментарии, который мы видим. За «Спасибо» мы предлагаем вам комментарии с поздравлениями и приветами. Пишите в комментариях, кому вы хотите, чтобы мы передали поздравление либо привет в следующем выпуске. И если это тот самый проплаченный комментарий «Спасибо», то это поздравление либо привет обязательно прозвучит в конце следующего выпуска. Да, ну и вообще, конечно, в конце концов, когда я там собираюсь уже какое-то там приличное количество имен, мы проведем по Мехиду. Поэтому. Я бы на вашем месте участвовал, друзья, в этой инициативе. Да, и давайте розыгрыш. Сегодня, Вань, мы разыгрываем горлячку, а горлячка – это традиционное белорусское украшение. Ничего лишнего, только стеклянный бисер и нитки. Глеб, ты поражаешь меня своими знаниями белорусской традиции. Кстати, эти горлячки создает наша стилистка Оля Этика. Точно такие же хранятся в музейных фондах, и вы тоже можете получить такое прекрасное украшение. Глеб, за что отдадим этот подарок? Наши дорогие зрители, которые с нами какими-то лозунгами, например, «Вильно наша» или «Не стирайте цветное с черным». Ну, это так не заканчивался не наш, типа, выпуск, а один из постов в нашем YouTube-сообществе. Подписывайтесь, читайте, следите, мы стараемся для вас. В общем, предложите в комментариях какой-то лозунг, который мы могли бы закончить следующий выпуск и победить лучшего лозунга. Опять же, не сдерживайте себя в своих, там, творческих проявлениях. Как хотите, так... Ну, в общем, отпустите себя и вот пишите все, что приходит в голову. автор лучшего лозунга получит от нас подарок, который был озвучен ранее. На удачу. Все им будто подкилем, что говорится. Как говорится. До скорых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ